У тебя просто мозг даже отказывается это воспринимать. Думаешь, ну как, ну это же невозможно. И как проходил сам экзамен, лекция. Я как раз по ним готовилась, они просто воровали альбомы. Вы будете очень уставшие, очень даже возможно получить автоматы. У тебя меньше свободного времени, и при этом это просто такая боль. Забирает огромное количество нервных клеток у студентов. Всем привет, я Вероника Полтева, и на данный момент я являюсь студенткой второго курса университета РД. И обучаюсь я, соответственно, на факультете лечебное дело. Как вы уже поняли из названия, это видео уже будет про то, каково же все-таки обучаться на втором курсе в медицинском университете. Я, соответственно, закончила, получается, первый семестр. Вот, слава богу, успешно. Я и закрыла сессию, и очень этому рада. Так что мне бы хотелось просто поделиться своим опытом, своими впечатлениями, для того, чтобы вы имели какое-то уже представление о том, что же вас ожидает на втором курсе. Ну, соответственно, вы сделали какие-то для себя выводы, приняли какое-то решение, ну или просто послушали, потому что вам, надеюсь, интересно. Так что, давайте. Погнали! На втором курсе появляется большое количество новых предметов, как психология, философия, но, конечно, стоит отметить такие главные медицинские предметы, как психология и, соответственно, биохимия. Потому что вызывают огромное количество возмущения и забирают огромное количество нервных клеток у студентов. Ну, второй семестр на самом деле очень сильно лично для меня отличается от первого курса тем, что просто тупо сложнее. То есть у тебя намного меньше свободного времени, тебе намного тяжелее, потому что предметы намного более сложные и затрачивают намного больше твоего свободного времени, потому что тебе просто тупо нужно много времени, чтобы прочитать информацию, потом, чтобы ее осознать, потом, соответственно, чтобы ее выучить и понять так, чтобы еще хорошо отвечать на коллокриумы, писать контрольные тесты хорошо. И, соответственно, это прям большая проблема, потому что у тебя меньше свободного времени, и при этом это просто такая боль. Становится намного больше коллокриумов. Не уверена насчет того, что это было два или три раза, но точно как минимум два. На протяжении всей недели был только один день, один день, когда мы не сдавали коллокриум. То есть, а в остальные все дни, вот за рабочую неделю, вот каждый день, вот кроме одного дня, мы сдавали коллокриумы. Ну и когда ты осознаешь, что вот у тебя просто вот на неделе каждый день ты должен сдавать коллокриум, то есть ты думаешь, ну это просто нереально, вот, у тебя просто мозг даже отказывается это воспринимать. Ты думаешь, ну как, ну это же невозможно, вот, но все невозможно и возможно, просто да, знаете, что такое вас ждет. Под конец семестра вам необходимо будет сдавать четыре экзамена. Это философия, психология, но насчет них не волнуйтесь, потому что очень даже возможно получить автоматы. Но вас еще ожидает еще два экзамена по анатомии и гистологии, которые, конечно же, намного труднее, и вот по анатомии можно получить автомат. Но только если вы сдаете предыдущие семестры, ну и включая, естественно, первый семестр второго курса, на пятерке. По гистологии автоматы не стараются. Необходимо еще сообщить то, что на втором семестре, так как вы сдаете по анатомии и гистологии экзамены, то за семестр вы можете получить вот по гистологии 40 баллов, максимум, вот, то есть 60 баллов на экзамене, и по анатомии, соответственно, 50 баллов, вот, остальные 50 баллов можете получить на экзамене. Также еще, скорее всего, вам будут говорить преподаватели насчет того, чтобы вы заранее готовились к экзамену по анатомии и по гистологии. Но я, если честно, тоже советую, но мне повезло, потому что у меня 28 числа был экзамен по гистологии, то есть 28 декабря, а, соответственно, уже 18 января у меня был экзамен по анатомии, так что я спокойно подготовилась к экзамену по гистологии, то есть там же есть, а до экзамена неделя. И у меня были новогодние праздники, чтобы подготовиться к экзамену по анатомии, так что, в принципе, я спокойно подготовилась, и, то есть даже несмотря на то, что, ну, конечно, что-то я повторяла на протяжении семестра, но это было совсем немного по сравнению с тем, сколько все-таки для экзамена надо было знать, потому что, да, конечно, хорошо бы готовиться заранее к экзамену, но, честно, я вам скажу, что это будет очень сложно, потому что просто тупо не будет, как я уже говорила ранее, много свободного времени. На первом семестре второго курса вы в морге несколько раз будете, и все, как на первом классе больше не будет, поэтому цените, кстати, походы в морг, и как раз вот что-то повторяйте на трупах еще, потому что это прям будет уже такая редкая возможность, то есть в основном все будет смотреться на муляжах. Также еще хотелось бы сказать, конечно, про эмоциональное состояние на втором курсе. Честно скажу, что вначале очень сильно спасает, что до этого были летние каникулы, потому что ты заряжен, ты соскучился по меду, ты счастлив, что наконец-то туда пришел. Ну, я надеюсь, что вы счастливы, что наконец-то вернулись туда после лета. А потом, соответственно, когда на тебя столько всего нагружается, и особенно вот эти недели, когда у тебя каждый день просто коллоквиум, это очень сильно тебя просто морально высасывает. И к чему я клоню? К тому, что просто, знаете, что 100% под конец семестра вам будет очень-очень тяжело, потому что вы будете очень уставшие, энергетически высосанные, и, соответственно, если вы понимаете, что в таком состоянии вы не можете потреблять огромное количество информации, но я имею в виду, то есть подготовка к экзамену, вам остается готовиться в течение семестра. Расскажу про экзамен вначале по гистологии, потому что он был у меня первый. Я сдавала, кстати, только два экзамена. По гистологии и анатомии, вот, по психологии и философии у меня автоматы, так что мне нечего рассказывать. Скажу вначале про, да, экзамен по гистологии, вот, как он проходил и как я готовилась. Шесть дней я его, ну, на самом деле, можно сказать, даже и выучила информацию по гистологии за весь год. Почему я сказала выучила? Потому что второе семество первого курса по гистологии, он становится таким далёким, как будто это было сто лет назад. И, конечно, то есть, когда ты читаешь лекции, смотришь какие-то видосики по гистологии, то есть, да, что-то всплывает в голове, но ты понимаешь, что, ну, если бы тебя это спросили, ты вообще бы не ответил, скорее всего. Вот, так что, да, это прям были очень напряжённые дни. Как у меня было, я вставала там где-то 7-8 утра и просто тупо до 9 вечера учила, вот. Ну, естественно, были какие-то перерывы на спорт. Вот, кстати, советую, очень помогает, когда болит голова, занимаешься спортом и можешь дальше учить. Кстати, ещё советую вам повторять по лекциям на сайте РУДН, в ресурсах там. Если вы откроете раздел гистологии, как раз вот по второму семестру первого курса, есть как раз вот лекции. Я как раз по ним готовилась, я не просто помню, потому что они небольшие. И это то, что именно вот повторить, то есть там именно вся важная информация. Если ты уже до этого это всё учил, тебе вообще так хорошо, так просто, просто прекрасно. И как, соответственно, проходил экзамен по гистологии, мы, соответственно, должны были прийти к определенному времени. Вначале должны были ожидать там в специальной комнате, вот. Там у нас проверяли альбомы. Да, обязательно на экзамен по гистологии вы должны, ну, помимо, естественно, халата и себя вынести альбом. И его проверяют. А, кстати, советую вам держать при себе обязательно альбом в день экзамена. Вот, ну, и незадолго до экзамена, то есть не оставляйте его в непонятных местах, потому что его могут просто забрать и присвоить себе. То есть там преподаватель рассказывал большое количество случаев, когда воровали альбомы как раз для сдачи экзамена. Так что будьте начали. Ваш альбом может быть украден. Ну вот, и, соответственно, альбомы проверяли. И потом мы проходили в аудиторию, натянули белье, садились, и было какое-то небольшое время на подготовку. То есть оно в любом экзамене всегда есть какое-то время на подготовку. И, соответственно, вам дается два препарата, которые вы должны опознать, то есть сказать, что это, чем окрашено. И, естественно, вас попросят что-то показать на этом препарате. То есть если это мазок крови, то могут попросить показать, конечно, эритроцит, но это как-то очень легко. Ну, например, лейкоцит. Вот меня. Мне тут осталось мазок крови, мне попросили показать лейкоцит, я его показала. То есть это значит, что вы должны не просто знать препараты по кистовой, а еще очень хорошо уметь в них ориентироваться. Так, ну, соответственно, два препарата, одна ситуационная задача. Но на самом деле они достаточно очень легкие, потому что как бы все ситуационные задачи даются заранее, так что вы можете просто сами на них ответить. Также еще микрофотография, по которой ты должен найти какие-то на ней структуры, сказать, что это. И, соответственно, сам билет. То есть это перечень тем, вопросов, на которые вы должны ответить. Так что, в принципе, как прошел экзамен по гистологии, скажу так, мне понравилось. То есть была такая спокойная атмосфера, знаете, как просто на паре. Вот такое большое количество преподавателей сидят за каждой партой с студентом со своим. Не было никакой гнетущей атмосферы, мне это очень понравилось. К анатомии я готовила, соответственно, все новогодние праздники. То есть я вот, ну, почти, кстати, все. То есть я сдала 28 декабря экзамен по гистологии. 29, 30, 31 и 1 января я вообще ничего не делала. Это было так классно. Если честно, это были, получается, вот первые 4 дня за весь семестр, когда я вообще ничего не учила. Это просто что-то невероятное. Потом со 2 января по даже, можно сказать, и 18 день экзамена что-то там учила. Вот включительно я, соответственно, готовилась к анатомии. И вот тут это просто такой был кошмар, потому что, ну, то есть после гистологии голова, соответственно, просто была вся забита информацией. И, ну, естественно, эмоционально всё, ты устал. И тебе надо ещё полтора года информации вот сюда закинуть. И ты просто такой, господи. Вот, то есть вот год информации, ещё ладно, но полтора года это очень сложно. У меня просто взрывался мозг. Экзамены по анатомии. Ты должен, естественно, быть в халате, шапочке, перчатке с собой. Кстати, почему-то на трупах, вот, у нас не было сдачи экзаменов. То есть мы их даже не видели. То есть у нас были лужи, препараты, но сухие. Даже мне перчатки не пригодились. Но, возможно, у вас будет по-другому. Я не знаю. То есть в прошлом году сдавали именно... Да и всегда, в принципе, сдавали вроде как на трупах. Вот. Не знаю, почему у нас вот так было. Вот. Но у нас, если честно, у очень многих зато были намного более сложные билеты. Чем, соответственно, у предыдущего курса. И как проходил сам экзамен. Ну, соответственно, тоже завели специально как-то класс, комнату. И, соответственно, тоже было какое-то время на подготовку к билету. Но было, кстати, больше времени, потому что я успела расписать просто весь билет. Ну и, соответственно, на экзамене по анатонией не могу сказать, что была такая же спокойная атмосфера. Вот. Где ты вообще не переживаешь. Ну и при этом не было настолько всё ужасно, как нам говорили, нагнетали эту обстановку, что всё, экзамены по анатомии суперсложные, почти никто не сдаст. Ну, очень многие даже и сдавали. Не бойтесь второго курса, даже несмотря на то, что я вам столько всего наговорила. И, как я люблю говорить, сейчас не скажу и в этом видео, и как в остальных, то, что будьте на позитиве. Это вам очень сильно поможет, особенно на втором курсе. Не бойтесь никаких экзаменов, контрольных тестов. Это просто часть вашего пути, это жизнь, и всё хорошо. Так что, если не получится, ничего страшного пересдадите. Так что, надеюсь, это видео было для вас полезным, интересным. На этом всё. Пока. Субтитры подогнал «Симон»